ребятки всем привет с вами не хвоста едем мы в запорожье по южному району едем и в сторону балабинской косы я решил ехать не на рыбалку за груздями сейчас середина октября поэтому самое время для груздей сегодня праздник день защитника отечества вот такой праздник у поэтому официальный выходной день но это по моему связи с покровой праздником который тоже выпал на этот день сегодня понедельник но официальный выходной у людей так 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 короче нам надо доехать до конца южного это 5 по уже южный и там есть дорожка направо сворачивает самом тупике ну можно по гугл карте я так принципе ориентируюсь уже как ехать человек куда ты выезжаешь и попробуем поискать грузди снасти у меня из собой есть рыболовная но решил я все-таки не ловить на них а поискать грибы посмотрим что это за того получится поехали справа от меня последняя дома последняя цивилизация города запорожье а за мной кстати вот я никогда не обращал внимание еще в четырнадцатом или пятнадцатом году построили модульные домики для переселенцев и что-то я смотрю на эти модульные домики они то стоят ну по моему они уже заброшены вот такая печаль к никому они уже не нужны так вот люди тут едут уже так спрячу камер чтобы не стеснялись люди уже едут то ли с рыбалки то ли еще откуда то можно кстати собирать грибы здесь я собирал здесь вешенки и собирал здесь что же еще здесь по моему только вешенки люди тут гуляют это уже практически такая зона отдыха практически лесная зона где некоторые выгуливают собачек собирать грибы некоторые вывозят строительный мусор козлы вонючие потому что здесь свободный проезд есть и грузовики здесь заезжают и никаких ограничений нету здесь вроде бы чисто вот смотришь по обочинам но буквально немного дальше проехать там полный хаос в плане строительного мусора после того как косу или приватизировали или наоборот национализировали не знаю как правильно то там вроде бы стоит шлагбаум никогда не был там вот с 1 мая по моему этого года 19 туда проезд запрещен либо он платный что-то такое конечно платить я ничего не собираюсь я оставлю машину где-то возле косы и посмотрим как там обстоят дела у меня есть видео с прошлых годов с этой косы мусор конечно был ну я думаю сейчас его не меньше рыбаков всегда там была целая куча ровно как и грибников в это время года я с собой взял три пакета поэтому планирую набить три пакета грибами в грибах я шарю так что не надо меня обсирать по поводу экологии в запорожье конечно тут споры могут быть большие стоит ли собирать грибы там блин жить надоело или чё но вы знаете от грибов у меня никогда даже живот не болел просто собирайте те грибы в которых вы сто процентов уверены я думаю это самый правильный вариант ну все хватит трындеть поехали собирать здрасте а подскажите грибы собираете тоже еду за грибами а под киша за грибы рядовка да мне интересно вот рядовку сейчас а то я он блок снимаю тоже интересно я загрую за груздями за грибами еду не груздением а это полная сумка ой пахнут а как готовите что с ними делать отварить хорошо вымыть хорошо вымыть отварить а потом можете жарить консервную мариновать что хотите делать надо подумать кстати встреча картошка с грибами самый суп с грибами вот это моей матери покойной так вы ей небесно круче у нее 25 октября день рождения микро чана варим вот эти грибе потому пакетики она в морозилку закинет и вона до весны захотела картошку с грибами жары захотела суп с грибами ну картошку с грибами так жарить а если суп варить значит сначала надо грибы обжарить в масле вот это с утра до 2 2 сумки 11 тоннему за три часа отлично понял спасибо поеду искать моя груза не только разбираюсь грузи это бил и ну да 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 ну кори в августе месяц и вот буквально мы тут среди воде вот это плыть и мужик пришел туда корет друзья корея набрал кори в августе месяц и тут две литры лисички надо но в шаре на все остальные понял хорошо спасибо ладно спасибо вот так видите рядовки тут дофига а вот кстати солнечная электростанция которая все так бояли что тут все перегородят просто обычная электростанция в принципе я за таких технологий вреда она по сути никакого не приносит кто-то вложился это бизнес принципе но мы едем дальше оставил я машину перед шлагбаумом я даже еще шлагбаум не увидел практически на всех местах вдоль воды сидят рыбаки но сидят это правильное слово я думаю потому что никто ничего не ловит ветер с воды слышно что лодок много кстати видно и много звуков коках то есть ловят сома или пытаются ловить сома грибы пока только видел корешки от груздей значит грибы были но целость грибов пока не нашел много перерытого я все таки надеюсь что я что-то найду но пока не видел мусора в принципе крайне мере за первых 20 метров которые прошел я не видел нового мусора и первые грибочки этой осени такие красавчики парочку дела потихоньку налаживаются грузди растут вот так что их прям видно издалека которые белым так отражаются а бывает просто горочка листиков еле-еле приметная вот такие красавчики свеженькие такие еще со слизью прямо приходится очищать каждый грибок это еще чистый обычно не в песке полностью шляпка по максимуму лучше сразу очистить чтобы не загрязнять соседние грибы которые вас пакете лежат вот оно счастье а вот нам и нашел полянку полный пакет набил сейчас я проболтался в итоге за пять минут я набрал пол пакета добрал вернее пол пакета еще вот у меня полный пакет груздей еду я дальше в глубь косы так я не доехал до так называемого вернее даже не дошел до какого-то там шлагбауна не знаю оставлю машину ближе потому что все хорошо в сборе грибов кроме того что надо возвращаться к машине поэтому притащил грибочки в машину еду там где еще не ходил проезжал мимо меня фольцик семья тоже папа мама и девочка маленькая тоже спрашивали по поводу грибов конечно интересно занять вот выходной день семьей погулять с гриб ну за грибами у меня к сожалению сегодня не вышло так семьей ну и самому неплохо выскочить поедем искать еще у меня еще два пустых пакетах их надо заполнить второй пакетик все отлично погодка смотрите какая классная время без 15 час то есть полтора часа лази я не спеша каждый грибочки стараюсь очищать чтобы дома меньше мучиться так прошел я так называемый шлагбаум там просто ров такой чтобы на машинах нельзя было заезжать и как обрезала ни одного гриба не могу найти пару грибов валялась который кто-то раздавил гений которые там очень разбирается в грибах считаю что лучше растоптать чем он будет расти дальше мест куча свободных выходной день причем я у так сильно не наблюдал но видно было что фиговый клёв честно говоря садке там по пару карасиков людей плюхается при том что по четыре спиннинга у каждого фидеристы тоже сидят семки лузкают ну вроде бы фидер а вот видите корешочек один кто-то выкопал срезал только что короче фиговый клёв по поводу рыбалки поэтому за грибами мне сюда больше нравится ходить плохо солнце вышло вот на солнце вообще тяжело видеть грибы которые в листиках спрятаны она все отсвечивает такой морячка туман это самое но сейчас солнце вышло и чувствую скоро будет закругляться прошел буквально 100 метров от того места где уже перекрыто шлагбаумом где не пускают машины и вы знаете реально намного чище стало и людей почти нету но никто не сидит всем спадлу идти туда где не проезжает машина ну про грибы и тут без разницы как бы я думаю грибники грибники везде гуляют но тем не менее приятно что чище лес стал буквально в этом году перекрыли уже по крайней мере новый мусор не появляется старый чуть-чуть под листьями скрывается а нового мусора нет так что приятно вот самые красивые грузди всегда вылазят на тропинках еще один плюс того что здесь меньше людей то что на тропинках эти грузди не раздавлены вот мне нравится такие плотненькие толстенькие грузди они когда соленые когда уже готовы к употреблению они такие хрустящие конечно очень геморрой на их мыть чистить но но того стоит кстати по поводу того как приготовить соленые грузди куча рецептов в интернете я их не готовлю я их просто собираю родителями отвяжу родителями доверяют никогда ни разу не травились поэтому процесс готовки на них но я свою очередь уверен в себе что я собираю не поганки какие-то собираю именно грузди много здесь рядовки встречаю но рядовку я не беру принципиально потому что мои родители не знаю какие готовить опять же книги интернет все есть но зачем тут весь кайф вот смотрите весь кайф пособирать поискать грибы наготовить целую кучу и просто дело в том что грузди нет смысла собирать мало потому что они солятся в ведрах тут килограммов 10 если соберешь то есть смысл этим заниматься то есть ведро вымачивать там соли все остальное специи лавровый лист и вот такие грибочки это у меня уже второй пакет честно говоря думал будет больше на то есть то есть это хорошо переехал я в начало косы там где только она начинается где куча мусора всего остального грибов здесь намного больше но проблема одна что перерыта как будто ограблями люди рылись поэтому я нашел только три грибочка на тоже третий пакет поэтому мне все равно хватит но я бы посоветовал не лезть прям в лес рыться вот здесь где-то под ногами между мусором если вы все-таки не думали собирать грибы здесь так что вот такие пироги между мусором от реально вот валяться гриб кто-то срезал бросил видите хотя нормальный нормальный гриб был а вот маленький грибочек лодка подкопал его мы заберем время пол третьего быстро она прошло в принципе два полных пакета на собирал по половинке кличные грибочки помыть будет супер